Поле для Кольфа Поле для Кольфа Справа за озерами Чайный дом на 40 персоной 4 Видо бани. Это русская, турецкая, финская и японская бани. Также справа Алия Сакур. Обратите внимание, насколько ровно вы все же на дереве. То есть за одним деревом не видно всех остальных. Это хорошо видно на втором ряду. Я пройдусь медленно. А я видео записываю. Слева смотровая площадка, она оторожена таким некрасивым забором, поскольку находится в аварийном состоянии. Почва из-под нее ушла, теперь она просто висит в воздухе. Но все равно отсюда открывается очень красивый вид. Это порядка 100 метров над уровнем воды. Создано водохранилище было, конечно же, дое, но кович еще в 1964-м. Его только начали задапливать по приказу Никиты Хрущева. И вот за здание пришлось затопить порядка 33 населенных пунктов. Делалось это для того, чтобы функционировала Киевская гидроаккумунирующая электростанция. Справа два здания, нижний домик для личных телохранителей, домик повышает о вольер для служебных собак. Мы поддерживаем планному зданию, но межугую ее домику под названием «Фонка». Это неофициальная резиденция, но по вечеру. Почему же «Фонка» неофициальная? Потому что документально. Дом я на ковичу не принадлежала. Была портлена подставка, а вот от коллег. Название «Фонка» у дома это ниже рукой. «Фонка» я думаю называют в честь финской строительной компанией «Фонки», которая построила это же из дерева без гвоздей. Справа так называемый римский уголок. Некоторые утверждают, что колонны из самого Рима. Другие же говорят, что колонны из Херсонеса. Третий могут еще чего-нибудь интересного рассказать. Точно никто не знает, поэтому вариантов можно услышать очень много, откуда они тут взялись. Слева дорога ведет к официальной резиденции. Это достаточно скромное белое двухэтажное здание, которое раньше Януковичу действительно принадлежало. Именно за тем домиком находятся всем известные пеньки, по которым он прыгал перед журналистами. В справах физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы его проезжали в самом начале. В левую сторону виднеется маленький желтый дом. Это пищевая лаборатория. Все продукты, которые попадали на стол Януковичи, проходили обязательную экспертизу в этой лаборатории. Таких лабораторий по оборудованию в Украине всего лишь три было. На тот момент, когда он отсюда убегал, то есть пять лет назад. Сейчас смотрите, если у вас есть желание прогуляться по верхней части Виэпи-зоны, я бы вам предложил закончить нашу прогулку здесь. Второй вариант. Мы заканчиваем на том месте, где начинали, это 50 метров вперед. Третий вариант. Я вас максимально близко подвожу к зоопарку, я оставляю там. Как вам удобно. Давайте к зоопарку. К зоопарку, давайте. К зоопарку. К зоопарку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...